Основной тренд. Понятно, что это не мысль моя, а мысль Кэмерона и Лукаса. Она заключается в следующем. Кинотеатры имеют сегодня основного конкурента, это интернет. Понятно, есть телевидение, есть планшетники, гаджеты разные, где можно смотреть кино. И сегодня зритель, который останется... Скачал Сторонт и не платит деньги. Да, да. Ну, Сторонт, если закроют даже операцию, останутся платные сервисы. Поэтому главное, чтобы они были удобны. Мы про это говорили. Когда только вот эти платные сервисы будут удобнее, чем торренты, людям будет легко пользоваться ими. Так, что будете делать? Что будем делать? Превращаться в ночной клуб, как, например, кинотеатр давно заниматься? Нет, нет. И остается одна вот такая вот, по крайней мере, она сегодня озвучена Кэмероном. Версия, она применимая для Америки. Там очень много кинотеатров, 48 тысяч экранов, а у нас всего 3 тысячи. Что они будут делать с теми 48 тысячами экранов? Подход такой, что будут только не блокбастеры, а супер-блокбастеры, выше 200 миллионов долларов, которые стоят. Это суперэффекты, суперсценарии. Условно говоря, все аватары, да? Там Титаники и аватары, Титаники и аватары. Таких фильмов будет 10 от всех мейджоров в год, не больше. И эти фильмы можно будет смотреть только в кинотеатрах. Все остальное, арт-хаус, мейнстрим, менее коррецепт бюджетные блокбастеры, это как раз некие новые ресурсы, интернет, которые вы используете дома в телевидении, на телевизоре посмотрите.